Дагестан Сотрудники полиции задержали мужчину подозреваемого в педофилии. 8 июня в дежурную часть с заявлением обратилась 47-летняя жительница Махачкалы. Она сообщила, что неизвестный совершил в отношении ее несовершеннолетнего сына насильственные действия сексуального характера. В настоящее время собран материал. Данный материал направлен в Следственный комитет для проведения дальнейших следственных действий. За несколько часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний житель Махачкалы. Содеянным он сознался. Расскажите, как это произошло, обстоятельства? Сидели друга выпивали, я вышел покурить. За мной в среднем вышел племянник. Я попросил пойти к нему домой. Два дома, два двора. Я докурил, зашел обратно туда, допил пиво. Потом опять на вышел, ну и пошел всем туда, к нему домой. И там я совершил это действие сексуального характера. А вы знаете, сколько лет ребенка вообще? Примерно, да. Сколько лет? Ну, 9-10. Он получается племянник вашего друга, да? Да. Ну, а вы, у вас вообще дети есть свои? Нет. А племянники? Есть. Ну, а как вы такое могли совершить? Да, я не знаю, если бы. Что на вас нашло? Да, я ничего не могу объяснить. Вот это я точно не могу описать. Вот я уже точно не объяснил вам, что на меня нашел тогда. Вы раскаиваете? Да, конечно. Энергетики Дагестана устроили забастовку. У главного здания Дагенерго в Махачкале собралось более сотни человек. Сотрудники сетевой компании озвучили свои требования руководству, призывая решить проблемы, с которыми они сталкиваются уже на протяжении полутора лет. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. В первую очередь зарплата. У меня трое детей. На 10 тысяч ты проживешь? И то, которые не дают. Вот, смотри, вокруг сколько. У всех семьи. По пять детей есть у нас инспектора. На что они живут? Но в данный момент мы не живем, мы выживаем. Помимо низкой зарплаты, которая не меняется уже несколько лет, рабочие недовольны условиями труда, несправедливым отношением руководства. По словам энергетиков, ситуация начала ухудшаться после того, как руководящие должности в Дагестане заняли специалисты из Центральной России. С приходом нового менеджмента МРСК Северного Кавказа проходит уже полтора года. На сегодняшний день все ухудшается и ухудшается. Заработная плата не индексируется, запчасти, ремонтный материал не приобретается, никаких работ не проводится. Дайте работать нам. И так Дагестан без работы все полные. И на избыточный регион, где есть достаточное количество специалистов в энергетику, приводят в Центральную Россию абсолютно без образования, без профильного образования, без каких-то опытов работы. В регионе планируют создать одну единую энергетическую компанию. Местные рабочие, их более пяти тысяч, опасаются, что часть из них просто не примут в новую организацию. Однако это мнение представители дагестанской сетевой компании не разделяют, опровергая такой сценарий развития событий. Производственный персонал будет переведен. Я просто слышу о том, что кого-то там будут сокращать и так далее. Вот ответственно заявляю, есть указания генерального директора, управляющего директора дагестанской сетевой компании. Весь персонал будет переведен в филиал Дагенерго. А по поводу заработной платы я акцентирую внимание на том, что она ни в коем случае не будет снижаться, это просто невозможно. Наоборот, у нас есть план мероприятий, дорожная карта по индексации заработной платы. Местные энергетики также опасаются, что отрасль не удастся должным образом подготовить зиме. Запчасти и материалы, по их словам, еще не закуплены. Не хватает рабочих рук. С жалобами и официальным письмом обращались сетевики к главе республики Владимиру Васильеву. Если озвученные факты останутся без внимания, и подобное отношение к сотрудникам будет продолжаться, энергетики намерены прекратить работу. Хамзану Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых служебных квартир. 168 военных вместе с семьями теперь будут жить в комфортных условиях в только что сданном доме. Возводили его специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Подробнее по теме от Ханапова. Семья Габибовых несколько лет назад переехала в Дагестан из Астрахани. До сегодняшнего дня, говорит капитан Марат Габибов, пришлось поменять уже немало съемных квартир. Но такой уютной, где все продумано до мелочей, еще не было. Кроме восторга и восхищения, больше ничего не выразишь. В квартире комфортные условия. Заходи и живи. Все необходимые вещи, которые, особенно женщинам, необходимы, все уже здесь продумано и стоит на своем месте. Здесь в шаговой доступности детские сады, медицинские и социальные бытовые учреждения, в благоустроенных дворах оборудованы игровые площадки и автомобильные парковки, новостройки, спроектированные с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в регионе. На сегодняшний день мы заселили 52 семьи. В ближайшее время, в ближайшие две недели, планируется заселение еще 116 семей. Данный дом построен для Каспийской флотилии в связи с ее перебазированием с Астраханской области. Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий и использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы. Кроме того, смонтирована умная система отопления. Отметим, что возведение микрорайона началось в феврале 2019 года. По теме от Ханапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Благодаря Муфтеатру Республики издана новая книга. Она называется «Основы религии» и принадлежит Перу крупнейшего дагестанского ученого Абдурахман Хаджи Аляхты. Богослов жил на рубеже 19-го и 20-го веков в Южном Дагестане. Его рукопись переведена с арабского языка на русский. В ней простыми словами говорится о том, что такое вера в Бога, даются советы, как вести себя в обществе и осерегаться больших и малых грехов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Чтобы человек мог защитить себя, своих окружающих детей, семью от искаженной информации о нашей мусульманской религии, необходимо иметь правильное представление о религии. И, соответственно, данные труды дают нам как раз самые необходимые знания о постулатах, о основных моментах вероучения мусульманской религии, как правильно веровать в Лаше Вячеслава, в пророков, в ангелов, в судный день, в предопределении судьбы и так далее. Правильная вера мусульмана является одним из важнейших факторов спасения человека на этом и на том свете. Стоит отметить, что отдел науки и образования при Муфтиате Дагестана за пять лет работы издал более 50 трудов на русском, арабском и национальных языках. К изданию готовится еще пять книг. Платан из Дербента как символ Дагестана. Уже 10 лет действует всероссийская программа «Деревья. Памятники живой природы». Ее цель – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев для придания им статуса охраняемых природных объектов. Ежегодно в рамках программы проводится конкурс «Российское дерево года», являющийся отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Республику Дагестан в этом году в конкурсе представляет 283-летний платан «Восточный», который произрастает на территории Джума-мечети в старой части города Дербент, сообщает Пресс-служба Даглисхоза Дагестана. Экспертная комиссия каждый год выбирает для участия в конкурсе 12 деревьев из национального реестра, претендующих на статус главного дерева страны. Победитель определяется общенародным голосованием на сайте программы. А теперь приятная новость для дагестанцев. Владимир Путин удвоил детские пособия. Согласно закону, ежемесячное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6752 рубля вместо прежних 1500 за первого ребенка и 3000 за каждого последующего. Поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей, от младенцев до школьников. Также закон защищает выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет от взыскания долгов по суду. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова